Ну что, народ, подведем итоги, как говорится. Walking Street сзади. Я завтра уже уезжаю и хотел бы как-то немножко прогуляться под конец по бичке, как бич-стрит, пляжная улица, как она называется. Опять не дают мне пройти. Нет тротуаров. Вот, посмотрите, как здесь отдыхать, не знаю. Ну что могу сказать, под конец я немного смягчился по отношению вообще к Таиланду, наверное, к Паттайе. Мое мнение немножко смягчилось, но как бы все равно настрой остался тем же. То есть я немножко не понимаю, для чего люди сюда едут. В основном это тусовочный такой город, как я вижу, как многие пишут. Ну как бы там приезжают, там побухать, там и все остальное. Но я не понимаю вообще, для чего полмира лететь, чтобы тут в баре посидеть. Вот, попить что-нибудь. Это вот мне, честно говоря, очень сильно непонятно. Здесь вот есть такой пляж, на котором никто... Ну там шезлонги немного дальше есть. На котором никто не купается. И то здесь можно только купаться, только в отведенных зонах. Там такая зона буйками огороженная. То, что мне тоже не очень сильно заходит. Как говорится, у нас можно купаться везде. У нас огорожены места только для лодок. То есть у нас есть причал. И от него, получается, от причала к лодке должны отходить. И ближе к берегу не приближаться. Вот так вот. Такие правила. А тут наоборот. Тут огораживает место только для купания, для туристов. Ну, мне кажется, какое-то ограничение. Вот. И с дорогами здесь также тоже пешеход здесь не имеет вообще никакого права. То есть тебе могут ехать сзади, ты можешь не заметить. Тебе какой-нибудь байкер может ехать сзади, посигналить, еще сказать. Ты что, блин, смотри по сторонам. Вот так вот. Мне несколько раз такое было. Вот. Ну, как бы не замечаешь там. Вот. И сигналят тебе, типа, еще и возмущаются, понимаешь. Ну, как бы не прям по этой дороге, а там по проселочным каким-то дорогам идешь. И опа, там драки какие-то. Офига себе. Ёлки-палки. Что это происходит? Вроде тайцы. Тайцы разбираются и гасим. А что такое? Все, вроде успокоились. Говорят, что тайцы тут, у них буддизм, и они такие хорошие. Ну, я не имею в виду, что это сейчас-то на каждом углу. По-моему, я первый раз такое вижу. Что тайцы морду себе били. Так, ну что, друзья, прогуляемся немножко по бичке. Пляжная улица. Бич-стрит называется. Здесь вечером ночные бабочки выходят. Много их, очень много. Кто-то там считал, наверное, считал около 500. Только по этой улице. Не считаю еще то, что там. Там есть улица одна такая для тоже молодых. И здесь Волкинг-стрит тоже. Хотя одного русскоязычного встретил, но он из Израиля. И он, короче, рассказывает, да, говорит, это покупаю я. Там то-се. Короче, на ночь там 2000 стоит. Бат имеется в виду. Вдруг кому. Кто захочет. Но здесь немножко они себя более корделиво, что ли, ведут такие тайки. Ну, они знают себе цену, как говорится. То есть не как вещь используется. Тоже выбирают. Иногда может отказать там и все остальное. Но главное для них это ваши деньги. Как бы вам не улыбались. Как бы вам не казалось. О, закат. Красивый закат. Пошел. Это смешанное видео у нас получается. Но там обычно вот я с Джомтиена уже несколько раз спускался. Там обычно заката нету как такового. Потому что вдалеке вот дымка какая-то там, облака, в общем, собираются постоянно. Это каждый день. Я ни одного дня там не встретил нормального заката, который заходит за горизонт. Просто как факт рассказывают. Скажете, о, там я встречаю. Ну вот классно. Сейчас вот. Сейчас классно солнце видно. Обалденно. В общем, в принципе, если бы этот курорт был бы где-то в России, честно сказать, это было бы такое. Даже не второсортный курорт. Это был бы, наверное, какой-то третий сортный курорт. Может быть, только на островах. Вот. Здесь есть остров недалеко от Паттайи. Я туда ездил несколько раз. Кстати, кто-то мне пишет, ой, едь туда. Там лазурное море, там все остальное. Я так полагаю, что и на Пхукете подобное. Вот. Но там кроме пляжа такого красивого, и песочка белого, и цвета воды, там ничего нету, в принципе. И толпы людей, прям абсолютные толпы. И, то есть, я поехал, думаю, может, там по горам можно прогуляться. Но там вообще никто не ходит, ну, как пешком. Вообще не предназначено, как говорится. Все только ездят на этих байках. Тоже опять приезжают туда, снимают, проезжают этот остров. Ну, какой смысл в чем-то до отдыха? Я что-то вообще не понял. Просто посмотреть, поглазеть. Вот. И поехать дальше. В принципе, можно было бы, наверное, так и делать в Таиланде. Но я так посмотрел. Говорят, едь на Пхукет, на Пхукет. Но я так понял, что вот у меня даже центральный там пляж, который самый больше народа собирается. Вот он такой же самый. Вот практически такой же. Вот идешь, вот так. Человек идет, там встречает какой-то рассвет. Все какие-то растаманы там, говорит, сидят. Там все остальное. Там какие-то водные мотоциклы. И он вот так вот выходит, получается. Я, в принципе, все понял. Про Пхукет. Такого вам... Такие красоты, как мы показываем там в Крыму, такого нет вообще в Таиланде. Там есть, знаете, как... Самые красивые места показывают. И то там на квадрокоптере летят. Там какие-то горы. Если вы просто так приедете туда, во-первых, там куча денег надо, чтобы туда попасть, на эти острова. Ну, красивые, я имею в виду. Где вот это вот все красиво показывают. И во-вторых, вы ж не будете там вечность жить. Там нету рядом жилья. Если есть, то там по бешеным ценам, я думаю. Вот. Вот. В-третьих, там на Пхукете просто пляж, допустим, беленький, да, пляжик. И такие же пальмы. И просто чистая вода. Вот. Вот в чем разница. То есть... И от этих пляжей очень большое расстояние. То есть от одного до другого, может, 15-20 километров. И там не ходит общественный транспорт вообще. Ну, есть, вернее, там какие-то автобусы по 100 бат. Там, по-моему... Ну, это еще два года назад я смотрел видео с 100 бат. Может, сейчас уже больше. Это 300 рублей на наши. Это только на маршрутку сесть 300 рублей стоит. Вот. Не считая всего остального. Это просто переехать к другому пляжу называется. Вот. И посмотрел, там тоже нету никаких пешеходных маршрутов. Там тоже нет никаких походов в горы. Там дорога. И рядом с дорогой, получается, ну, как бы между этими... Между... Как говорится... Между этими пляжами. Ну, и вообще по самому острову. Там нету пешеходного маршрута. То есть ты не можешь прогуляться. Ты обязательно должен брать мотоцикл. Вот. И как бы я, честно говоря, затрудняюсь, в чем смысл лететь через полмира, чтобы просто полежать на пляже. И некоторые мне пишут лазурная вода. Друзья мои, вода абсолютно одинаковая, что здесь, что на российских курортах. Там, наоборот, намного чище вода. Потому что она не скидывает вот эту вот всю канализацию. Ну, я имею в виду именно на Паттайи. Возможно, в многих других местах. На Пхукете, я не знаю. Возможно, там и не скидывают. Ну, куда тогда она девается? Правильно? Там у нас-то есть говнокачки, которые выкачивают эту всю воду. Канализацию. Ну, как бы, в отходные ямы. Ну, например, я про Крым говорю, да? Поэтому она там всегда чистая. И на российских курортах то же самое. А здесь, как бы, куда его девать, да? Куда ее девать? Вот. Поэтому, видите, здесь никто и не купается. Очень грязная вода. Я еще на север туда ездил. Там вообще в одно место я вышел. Там воды не видно. Там она все покрыта каким-то слоем какой-то, не знаю, пленки черной непонятной. Это вообще капец. Ладно, это не все так плохо. Не все так, как говорится, плохо. Но сам факт, что негде гулять, можно так сказать. Ну, здесь есть в Паттайе небольшие набережные. Но, опять же, какой кайф здесь гулять. Они, во-первых, узкие сами по себе. Во-вторых, здесь много людей. В-третьих, здесь рядом куча баров. Там все, короче, пьют, там и все остальное смотрят на тебя. В-третьих, ну, я говорю именно про Паттайю, допустим. Здесь очень сильный запах. Вот я даже ехал маршрутки, как говорится. И наши россияне, как бы я с ними не разговаривал. Но они говорят, блин, как это все, короче, когда ты приезжаешь сюда, как оно все. Как будто какая-то, как будто что-то сгнило, короче. Какая-то вода сгнила, короче. И вот этот запах практически по всему городу. Я уже под конец перестал это замечать. Ну, как бы я почти там по городу не хожу. Уже знаю, где ходить, короче. Поэтому, ну, почти не замечаю, можно так сказать. Вот. В общем-то, как отдых сам по себе. Очень-очень непонятное место сам Таиланд. Потому что ты даже на Пхукете, ну, как бы ты приедешь туда и что? Ну, как бы ты ляжешь на этот чистый песок. Ну, кстати, про лазурный... Про лазурный... Давайте я перевернул, наверное, чтобы опять себе по 10 раз не показывать. Хотя вдалеке, в общем-то, и вида особого нету, да? Ну, как бы просто там город и пляж. Можно, в принципе, и там походить, но там машины ездят там. Вот, кстати, тоже минус. То, что ездят рядом с набережной машины. То есть, ну, как ты нормально будешь гулять. У нас большинство, практически все даже в Крыму, почти все набережные отделены от проезжей части. Вот, и всегда тихо, всегда ты отдыхаешь, всегда и... Единственное, по-моему, из российских курортах, по-моему, в Новороссийске небольшая часть набережной к дорожной части прикреплена. Как говорится так, я своим словом буду говорить. Вот, а здесь все машины ездят прямо рядом с пляжем. И также на Пхукете то же самое. Просто рядом машины ездят, ты здесь лежишь, отдыхаешь, там машины жужжат, короче, своими выхлопными газами. И ты, короче, здесь, получается, отдыхаешь. Вот, столько много уже наговорил такого не очень позитивного. Хотелось бы что-нибудь добавить позитивное. Но есть тут такие необычные места, да, которые можно посетить. Но, в принципе, я вот два раза ездил на этот остров. Мне прям там пишут, ой, там лазурный берег, лазурный. Ну, вот я полчасика там покайфовал, посмотрел, короче, сверху на эту воду. Ну, как бы мне хватило, в принципе. И потом пошел, покупался один-два раза. Но там вот эта вот огороженная часть, вот как вот здесь, вот сейчас мы подойдем. Вот там, кстати, купаются человек пять. И там огороженная часть, а рядом эти катера пристают, уезжают. И там постоянно прилив-отлив. То есть ты приезжаешь где-то часов в девять, потому что в восемь кораблик туда вот ходит. Часов в девять, пока туда-сюда, пока нашел лежаки, там то-се, уже десять, короче. И где-то часа в три, в три дня, получается, отлив, сильный отлив уходит. Начинают ежи, ну, как, не сильно, но ближе к трем, начинают ежи морские, короче, подкрадываться ближе к берегу. Я видел, как ребята наступали туда, я уже под конец в шлепках купался и с очками, чтобы мало ли, и даже не наступал на песок, чтобы мало ли не наступить на этих ежей. И, короче, отлив, вот эта часть, где купаются люди, она сокращается до половины, практически до половины. И, значит, людям приходится, ну, можно так сказать, по шею, аж вон до конца. И только по шею ты можешь часа в три, в четыре где-то примерно, ну, доплыть. Дальше уже нельзя, короче, плыть. И вот так вот ты, как в клетке, короче, там побултыхался и все. А, кстати, и опять же, я не договорил про эту воду лазурную. Друзья, оттенок воды, то, что она лазурная, там, кажется, у вас оттенок воды, это не значит, что она какая-то другая. Это не значит, что она чем-то отличается от российских курортов. Ну, это просто смешно, когда вы мне вот это вот пишете. Оттенок, цвет воды зависит от дна. То есть, если дно такого белого цвета, как вы, как там, допустим, ну, если я имею в виду песок, очень сильно белый, вот, то и будет вода такого цвета. И, ну, как бы, отражение света идет на воду, и получается такой оттенок воды. То есть, ну, немножко голубоватый. И поэтому, поэтому те люди, которые, которые мне там пишут лазурные вода, ну, это просто смешно, честно. Ну, она ничем не отличается от российских курортов, кроме как вот этим оттенком, который придает ему дно, песок. Вот. Из-за этого вы считаете, что нужно ехать. Ну, я посмотрел на эту воду, как бы, ну, нормально, как бы. Настроение немножко поднимает, да. Ну, как бы, стоит ли полмира пролететь, чтобы на нее посмотреть? Ну, может, один раз и стоит, как бы, как я и сделал. Вот. Ну, я знаю, что это такое теперь зато. Вот. И теперь мне смешно смотреть на этих людей, которые мне это все пишут. Лазурная вода, лазурная. Она такая же самая прозрачная. Просто оттенок придает само дно и лучи солнца, которые отражаются от дна. Вот. Ну, интересно, конечно, да, интересно что-то другое посмотреть. Но мне как бы хватило. Вот. Давайте уже что-нибудь позитивное расскажу. Например, про Таиланд. Это то, что, допустим, я уже под конец начал понимать, где мне покупать и что мне есть. Я уже, кстати, тайскую еду не ем уже вообще практически. Короче, прошло две недели, и я начал, вот, как только приехал, я начал пробовать все, что можно, короче, тайское. Пробовал, пробовал, все мне хуже и хуже, короче, становилось. Я, мой мозг не мог понять, да что ж такое, почему я не могу ничего найти, короче, более-менее вкусное. И уличную еду пробовал, где только можно, короче, и в кафе тоже. Ну, в ресторанах прям в таких дорогих я, конечно, не ел. Может, там и нужно было, может, там в ресторанах и готовят как-то по-другому, я не знаю. Ну, мне что-то сильно сомневаюсь. Ну, более-менее нормальные кафешки, вот, где я ходил, где обычные там блюда, какие-то бургеры вкусные. Я вот там заказывал какую-то тайскую еду. И ни одно блюдо мне не понравилось, вообще ни одно. И уже под конец я уже себя как бы запихивал, запихивал эту еду. Ну, думаю, ну, когда же будет вкусная еда, когда же. И тут, ну, более-менее еще потай, потай, ну, как салат. Ну, опять же, оно как обычный салатик какой-то. Просто немножко какой-то необычный салатик с капусточкой. Ну, грубо говоря, как русский с капусточкой, там, с чем-то там, с орешками с какими-то. Вот. Это более-менее такое блюдо, которое не вызывало мне рвотных рефлексов. Вот. Как-то я взял в магазине такую тарелочку. Как оказалось, потом это Том Ян был. Я ее, честно говоря, не доел. Это было очень остро и очень как-то странно. Как будто что-то, какие-то, какие-то очень странные помои, короче. В общем, выкинул. Не знал тогда, что это, короче, было, потому что все на тайском было написано. Какой-то, думал, супчик какой-то. И потом мне сказали, вот есть Том Ян, короче. Это такая штука, которая тайская. Тайское, короче, блюдо, которое там это самое, то есть все. Ну, и я пошел в свой проверенный, как бы, в проверенную кафешку, короче. Вот. И заказал этот Том Ян. Это 150 бат это стоило. Ну, где-то это средняя, наверное, цена. 150, может, где-то дешевле, где-то дороже, короче. Где-то средняя 150. Это где-то, ну, 450 рублей получается. Тарелочка такая, ну, чуть-чуть побольше средней мне принесли. Там такая жижа, короче. И штук шесть креветочек таких, ну, крупненьких, которые за хвостик можно было взять. Ребята, я съел эти креветки и попытался, короче, съел я этот Том Ян, потому что вообще в этот день ничего не ел. Думаю, ну, блин, может, я что-то не понимаю, короче. И пытался, пытался вот это вот проникнуться духом этого тайца, тайских блюд. Ну, короче, и вспомнил, что я ел практически такой же самый Том Ян, только с этого магазина. Вот, и, короче, мне мама еще говорит, я тоже ел Том Ян, но мне он очень сильно не понравился. И я, короче, вот это вот съел, и после этого мне, я вот ем, и мне кажется, что это какая-то, какие-то, знаете, как бабушка моя, там, когда-то отходы, короче, вот свиньям, которые отходы делала, вот это вот и есть вот этот Том Ян, знаете, жижа вот это вот все. Ну, это лично субъективно. Может, есть там какой-то супер Том Ян, ну, вот из трех Том Янов ни один, короче, не понравился. Вот это мама мне ела, потом я с магазина, короче, покупал. И вот это вот, и после этого Том Яна, после этих всех блюд, которые я перепробовал, короче, и после вот этого Том Яна мне прям жирнющую точку на всех, на все блюда тайские, прям такая жирнющая точка, и я, короче, у меня теперь, когда я прохожу мимо тайских вот этих палаточек, где, кстати, здесь вот недавно был концерт, здесь было очень много вот этих палаточек, которые продавали всякую еду, в том числе и тайскую. И вот наполовину на этих запахов, даже не то, что запахи, вот я на них просто смотрю, и у меня начинается какой-то собираться рвотный рефлекс, потому что я понимаю, как в голове, как оно все на вкус. Вот, очень-очень не очень, как говорится. Вот, ну, кто-то, может, и привыкает, но я видел просто, как тайцы делают эту еду, например, на рынке, опять же, этот подтай, мне что-то делали за 90 бат, это 250 рублей, по-моему. Короче, лапша быстрого приготовления, ну, обычно она то ли не подтает, то ли что-то другое. И супы они тоже делают из этого, лапша быстрого приготовления, туда бац, там каких-то, каких-то этих, каких-то листьев, какой-то травы непонятной, которые не разжевать, и которые вообще безвкусные. Накидаю туда какой-то специй, короче, это вообще, я не знаю, это коровы, коров, коров, наверное, моя бабушка кормила лучше, чем вот это вот все, как я вижу это все, понимаете, как они все это смешивают. Есть, блин, какие-то стебли непонятные вообще. Ну, это лично мое мнение, это лично мое субъективное мнение. Кое-где, может, и в какой-то кафешке, может, и лучше там подтайв делают, там и все остальное. Но просто я говорю к тому, что лично, лично то, что я почувствовал. Вот это все. Блин, все, хочу какие-то позитивные мысли высказать. Давайте вот так вот поверну, а то мне уже рука болит. Так, ну что, друзья, я уезжаю, и вот, получается, сколько я потратил. На перелет около, ну вот, на дорогу около 100 тысяч рублей у меня вышло. На жилье где-то 27, вместе с коммунальными там и все остальное. Кстати, кому нужно, заходите в описании. Там координаты есть этого жилья. Потом на еду примерно, ну, где-то 500, наверное, долларов. На экскурсии где-то примерно 100 долларов. Я ездил в Бангкок и ездил в Нонг-Нуч. Итого, получается, 200-300, 300 долларов, короче, на, ну, грубо говоря, на жилье. 100 долларов на экскурсии, это 400. И 500 долларов на еду, на пропитание. Получается где-то 900 долларов за месяц у меня получилось. В общем, здесь недорогое жилье. Вот то, что плюс, да, и то, что есть рядом бассейн. Например, за 500 долларов, я, конечно, снял намного дешевле. Я искал, я ходил там, и это совершенно случайно мне просто попалось. Кстати, кому надо жилье в Паттайе, ссылка будет в описании. Координаты там за 2 доллара. Там вы можете посмотреть, где это находится, там все остальное. Вот, если надо, конечно, там и координаты риэлторов, трех проверенных риэлторов, которые более 10 лет работают здесь. Вот, я пособирал там информацию, там все остальное. Да, так вот, значит, жилье, ну, такое с бассейном, более-менее хорошим бассейном, ну, как бы, стоит где-то на двоих номер. Это будет стоить около 500 долларов. Это, ну, может, 400. Нет, там они еще берут конечную уборку, деньги за конечную уборку, деньги за свет, деньги за воду. Короче, где-то 500 долларов. Это, наверное, ну, как бы, такая средняя цена. Она плюс-минус в сезон, не сезон, в не сезон, ну, я имею в виду летом, будет, наверное, дешевле. А в сезон, где зимой, там, весной, осенью, будет чуть-чуть подороже, наверное, ну, как бы, смотря где расположение, какие бассейны рядом и все остальное. Ну, короче, в среднем где-то 500 долларов на двоих. Если две комнаты, то получается это около 900 долларов. Кстати, здесь не так, как у нас, знаете, как у нас однокомнатная стоит, допустим, 2500 рублей, а двухкомнатная стоит, ну, как бы, снять, ну, где-то 3500. Вот, ну, то есть разница небольшая получается. То есть за одну комнату тебе небольшую доплату тебе приходится делать. А здесь, как бы, наоборот, здесь, здесь, если одна комната, то, например, 500 долларов, если две комнаты, то 1000 долларов. Ну, грубо говоря, там, может, немножко меньше. Вот. Здесь вот так вот делится. Если три комнаты, то, наверное, полторы тысячи. Вот, как-то так. Ну, это если вы, наверное, на месяц, на два приезжаете. Если, конечно, на год, то лучше, там, где-то ближе, ближе к лету брать там цены подешевле. Вот. Или ждать, или пока что помесячно снимать, а потом, а потом летом на долгий срок, уже когда цены понизятся, на долгий срок, там, на год, контракт сделать. Вот. Я, я же снял вот на месяц, буквально мне повезло, и за уборку там всего лишь 1000 рублей. Обычно, обычно 2500 рублей за уборку берутся. Я мне всего лишь, там, даже, даже не 1000, да еще даже 800, там, 300 батс меня взяли за уборку. За уборку тоже берут. Вот. Это не так, как у нас каждую неделю вам стирают белье, если нет машинки. Кстати, я без машинки, да, снял. Ну, зато недорого. Вот. Что еще? Да, вот бассейны более-менее, вот, меня, честно говоря, вот, когда приходишь домой, они более-менее, вот, как-то расслабляют, когда ты булькаешься. В принципе, находишься, ты, в общем-то, занимаешься каким-то, ну, таким непонятно каким делом. То, что ты ходишь, гуляешь, ну, можешь ты там сесть там в этот бар, забухать. Какой смысл тогда приезжать, не вот, вот большой вопрос. Какой смысл приезжать, если ты приезжаешь бухнуть, как бы, вот это, вот это большой, большой, как говорится, вопрос. Вот. Ну, Пхукет, я еще раз, еще на Пхукете я не был. Хотел тоже поехать, вот, я побыл, да, и сейчас уже домой собираюсь возвращаться. Хотел поехать, вот, после Паттайи на Пхукет, но я так подумал, подумал, посмотрел, короче, видео, и, ну, вот, буквально, вот, там, вот, центральный пляж, да, забыл, как называется, на Пхукете, вот, самый большой, который, самый популярный. Вот, он один в один, я просто посмотрел, вот, один в один вот этот пляж. Ну, правда, там вода, наверное, чище, да, но там и больше движения, там, катеров, лодок и все остальное. И ты вот так вот, парень, выходит вот так вот тоже, и здесь дорога уже тоже, тоже дорога, то есть даже тротуара я не вижу, где он, как бы. И проходит он, пробегая через дорогу, и там уже какое-то, какое-то, какие-то, так сказать, какие-то движения. В общем, чтобы посмотреть, я подумал-подумал, ну, что ехать, для того, чтобы посмотреть какие-то, опять же, пляжи, на эти пляжи посмотреть. Ну, как бы, опять же, не хочется опять расстраиваться, чтобы тратить деньги, чтобы на перелет или на переезд туда, туда целый день дорога занимает, потом обратно, короче. Там еще и дороже это стоит раза в полтора, ну, все, все. Даже начиная с массажа, массаж там начинается от 300 бат, здесь 200 бат, ну, как бы, ноги массаж стоит, а там 300. То есть, начиная из этого и заканчивая тем, что там нету маршруток, там нет вообще, ну, как бы, движения, нужно байк брать. То есть, ну, я вообще, зачем мне байк, как бы, для чего, если я, ну, как бы, приехал, думаю, погулять, где-то походить, там по горам или все остальное. Там единственная гора, где там будто вот это белый большой сидит. Вот. То есть, ну, как бы, смысла я в этом не увидел, и поэтому я решил, я посмотрел видосики оттуда. Особо таких вот видеоблогеров, которые живут на Пхукете, и которые, которые там что-то, блог какой-то ведут, они не ходят. Вот это вот красиво, посмотрите, вот как так красиво, где красиво, где красиво. То есть, они так вот сверху показывают, сверху, ну, как бы, сверху вот горы, вот они красивые, вот типа горы. Ну, смысл в этих горах, если сдалека на них посмотреть, они просто зеленые, то есть, там джунгли, там ты не будешь гулять по этим горам. Там змеи, там всякие вараны, там обезьяны, то есть, ну, ты не будешь по джунглям гулять. То есть, смысл в этих горах просто сверху на них посмотреть и все. Вот этот весь смысл. И там есть такие, знаете, вот на фотографиях есть такие вот камни высотные, которые из воды торчат. Это все ерунда, это там на одном из островов, по-моему, Ту-Ту-Ту или Ку-Ку-Ку, короче, из двух слог одинаковых состоящих, уже не помню, как называется. Вот. И тоже туда нужно ехать, ты не будешь там оставаться, потому что там тоже бешеные цены за... Ну, можно, в принципе, да. Как-нибудь, может быть, я позволю себе туда съездить, да, но не сейчас. Ну, чтобы прям в джунглях там поселиться. Но, опять же, смысл какой? Вот ты приедешь туда, там только пляж и вот эти вот горы, которые видно только из-за лодок. И, опять же, туда очень много людей приезжают, и там просто тьма. Просто тьма, и как бы в чем отдых? Ну, посмотреть на эти вот за миллион километров проехать, заплатить там кучу денег, чтобы посмотреть на вот эти вот как бы камни, которые... Вы вот посмотрите внимательно, где вам показывают эти красивые места. Они либо с квадрокоптера летят, где вы рядом не будете идти, а не будете вы идти там рядом. Либо квадрокоптер так подлетает красиво, вам снимает. Вы такие, о, красиво, как классно, короче, и это самое. Вы там рядом не будете идти. Там либо пляж... В основном там люди на пляжах лежат. В основном. Ну, опять же, вы же не будете на месяц туда поедать и не будете постоянно на пляжах лежать. Правильно? Вот. Единственное, что если у вас есть какой-то... Либо вы много зарабатываете, либо у вас есть какой-то заработок, который... Ну... Это какой заработок? Давайте, наверное, классно. Классный сейчас закат. Кстати, такое у нас не бывает... Ну, редко бывает. Видите, вот эта полоса, вот здесь вот, это все туман, как бы облака, можно так сказать. И из облаков, получается, такой свет выходит. Вот. Всегда там вот эта дымка, она постоянная там по горизонту идет. В общем... Вот как-то так. Ну, как-то, думаю, я слетаю туда... Вот, может быть, когда-нибудь, как говорится, вот, на вот эти вот все острова, прямо уж когда триллионером стану... Я уже в будущем где-то миллионер, да? Где-то я в будущем уже там, короче, наверное, на этих островах. Ну, шучу, конечно. А может и нет. В общем, ну, показывают там красиво, да, вот эти фотографии. Но, опять же, это все из-за некоторых мест, которые нужно добираться, вот, на вот этих лодках, там платить деньги, там и все остальное. Опять же, вы же там не будете жить на этих островах, которые безлюдные. Ну, там есть некоторые с людьми, там и все остальное, но, опять же, вот такие дела. Ну, вот эти пальмы. Я, в принципе, пальмы тоже вот, как бывают, гуляют, да, по набережной, как бы, или по пляжу, смотрят на эти пальмы. Ну, вот есть такие видео. Я приехал, честно говоря, посмотрел на эти пальмы 10-20 минут. Ну, и, в принципе, ну, и есть они, и есть. Ну, и ладно, как бы. Вот. Немножко другие, как бы, деревья, как говорится. У нас сосны, здесь пальмы. Вот. Такие пироги. Да. Вот воды здесь, на самом деле, много в Таиланде. И именно, вот, ну, вот, например, в Бангкоке мы, когда садились с самолетом, там много было, когда садились. Я смотрю, нифига себе, сколько много водоемов. Смотрю, а здесь, получается, и гор очень мало. И поэтому почти равнина, можно так сказать, Таиланд. И поэтому в воду, как бы, ткнешь палкой, и вода польется, как говорится так. Там они и рис выращивают, и креветок там всяких, короче. Такие пироги. Да, поэтому, поэтому, единственное, что здесь классно, вот они здесь, этот, бассейны стали делать. Бассейны, это, конечно, это, конечно, круто. Но, опять же, больше не будете весь день в этих бассейнах сидеть. И какой смысл ехать за полмира, чтобы побултыхаться в бассейне? Ну, может, есть какой-то прикол в этом. Вот. В какой-то есть прикол, я от себя добавлю. Да, в этом есть какое-то удовольствие. Побултыхаться в бассейнах. Но, опять же, перелет на одного человека, грубо говоря, 50 тысяч в одну сторону. Ну, короче, сотка. Чуть больше тысячи долларов. Может, 120 даже тысяч долларов. Вот. Ой, 120. 1200, я говорю. Имею в виду. Вот такие пироги. Так что, как-то так. Прикольно. Посмотрел я все. Единственное, более-менее, у меня тут китайская еда. Ну, и то я в одном месте только тут лапшу поел китайскую. А, вот она, кстати. Вот, китайская лапша. Ресторанчик. Там такая миска прям здоровенная, короче. И ты просто лапшу ешь. Ну, как-то... Я лапшу не очень люблю, но пришлось, короче, съесть. Потому что я очень есть хотел. В общем-то, неплохо, потому что они ее собственноручно здесь делают. Тоже миска такая здоровенная. Ну, как бы стоит 150 бат. Тоже получается 450 рублей, грубо говоря. Миска лапши. Китайская. Такие пироги. В общем, как-то так. Такой вот Таиланд. Смотрите сами. Я вот говорю то, что я здесь увидел. Под конец я уже начал понимать, где как бы получше, подешевле покушать. Уже, опять же, не тайскую еду. Я уже тайскую еду, бог знает, уже две недели на век. Кстати, после того Томьяна, который я поел, самая последняя еда, которую я тайскую ел. А не, хотя я рис потом после этого ел тоже. Ну, в этой же кафешке уже проверенный рис, который я до этого ел. Там жареный рис со свининой, там, с кусочками свинины. Вот. После этого я больше ничего тайского не ел, потому что у меня... Я просто не хочу себе портить настроение, короче. Поэтому я начал там какие-то шашлычки на русском рынке брать. Какие-то креветки, короче, большие, которые невозможно испортить. Просто креветку они кладут на гриль. Ну, короче, вот такие вот, такие крупненькие креветки, такие пять штук, стоят 300 рублей на наших. Вот. Как оказалось, мне морепродукты нужны для моего заболевания. Щитовидная железа. Я более-менее начинаю туда соображать. А то от жары у меня вообще щитовидка, короче, в начале. Короче, благодарен я Таиланду, что я узнал, что у меня такое заболевание, а то я, короче, да бы и не знал. И так мне все время при жаре... Мне иногда пишут, да чё ты такой грустный, ты такой это самое, ты такой замученный, как будто тебя заставляют, короче. Вот. А как оказалось, это всё из-за вот этого, из-за вот этого дела. И я случайно просто поел этих креветок, и мне сразу... Ну, как, не креветок, а... Да, креветки такие большие. Случайно просто их поел как-то раз, и мне сразу стало легче. То есть я, ну, как бы наполнение сил стало. И это действительно там пишут, что для вот щитовидной железы полезно там кое-какие рыба, там морепродукты, там, и всё остальное, кое-какая рыба. Вот. И я просто, блин, думаю, нифига себе, наконец-то я узнал, что со мной происходит. А то у меня нервы... Нервы ни к чёрту, когда вот эта жара начинается у нас в Крыму. Я думаю, почему... Почему я такой злой, короче? Почему у меня... Я постоянно устал, и, короче, всё остальное. Оказывается, щитовидка, она преобразовывает воздух там и всё остальное в энергию, короче. Ну, грубо говоря, как там написано. Вот такие дела. Я узнал и благодаря, можно так сказать, Таиланду. Благодаря Таиланду я узнал, и всё не зря, всё не зря, друзья. Даже вот такие вот... Даже вот такие вот, казалось бы, казалось бы, провальные путешествия, они всё равно дают какое-то положительное... впоследствии положительное какое-то... воздействие, что ли, как-то так. Как говорится, всё к лучшему. Вот это вот самая-самая лучшая, наверное, фраза. Всё, что не происходит, всё происходит к лучшему. Даже вы приедете сюда, туда, куда угодно, короче. Так что смотреть нужно на это так. И... И, кстати, я одну мысль нашёл, откопал ещё в своей голове, когда... Я когда приехал, я начал здесь искать какие-то недостатки, то есть в этом городе. Ну, тут, опять же, я многие порассказал, да, уже. Но я прям начал здесь искать. Вот здесь то, всё, пятое, десятое. Но на самом деле, как я уже понял, что нужно было искать... Нужно было для себя что-то делать хорошее, чтобы... Ну, как бы... Нужно для себя делать что-то хорошее, а не искать вокруг что-то плохое. Вот это вот я, как бы, такую мысль уловил. Мне кажется, очень такая ценная мысль. Мне в будущем она поможет. Вот, если я куда-нибудь приеду, буду искать какой-то кайф, как говорится, для себя. Уже не буду там пробовать всякую там еду для того, чтобы якобы что-то узнать там и всё остальное. Буду уже думать только про себя, а не про то, что кто-то мне там что-то даст. Вот. Как-то так. Мне кажется, классная мысль, и она меня там прям-прям так разбудила, как говорится. Я начал, как говорится, думать больше о том, что я хочу, и о том, что... И как бы из-за этого у меня поднялось настроение. Можно так сказать. Вот. Потому что... Ну, есть оно и есть. Воняет и воняет, да? Бог с ним. Короче, нужно наслаждаться самим собой в этой жизни, потому что... Потому что ничего... Никто нам ничего... Никто нам не даст, кроме мы... Кроме мы, себе, никто нам ничего не даст. Наверное, как-то так. Как-то так. Не знаю, как это будет звучать через камеру, потому что я уже так уже... По ходу начинаю тараторить. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, нажимайте на лайки. Вот. Все будет хорошо, все к лучшему. Кстати, один человек здесь купается. Все будет хорошо. А я пойду уже что-то попью, а то у меня уже это... Бесконечного разговора уже... В горле пересохло. А, вот это загончик для купания. Все, больше нигде нельзя здесь купаться. Так, ну все, друзья, пока-пока. Подписывайтесь там на соцсети, можете на Рутуб подписаться, на Дзен канал, кто смотрит на Дзене, подписывайтесь. В Телеграм канал подписывайтесь. Подписывайтесь. Вот. Вот. А мы поехали, ну, по крайней мере, по России. Я думаю, поехать. А может быть... И даже и в Крым. Хотя приоритет в Крым, но посмотрим, что там... Возможно, куда-нибудь в России еще заедут. Вот такие дела.